Заканчивается у нас с вами период праздничный, святочный, который начался Рождеством Христовым и завершается Богоявлением. Смотрите, мы сегодня об этом всем поговорим, о некоторых вещах, насколько можно емко, насколько можно бегло. Пусть вам будет известно, дорогие христиане, что раньше Крещение и Рождество праздновались в один день. Это был один и тот же праздник. И назывался он Богоявление. То есть вот явился Христос. То есть в Богоявлении, вот вчера, то, что мы называем Крещение, это Христос уже явился в возрасте зрелого мужа. Явился и принял помазание с небес видимым образом от Духа Святого и был признан Иоанном Предтечей, как Мессия. И вот это Богоявление. В этот день над Иорданской водой Бог открыл себя как Троица, поскольку проявили себя одновременно и Отец, и Сын, и Дух Святой. Сын стоял в водах, крестился воплощенный, Отец голосом сказал, это Сын мой возлюбленный, а Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа в Иордане. То есть это День Богоявления. Но таким же днем назывался День Рождения Христа, Рождество, когда Он родился. Повторяю, в древность этот день был один. Потом его разделили, поскольку увидели, что в смысловом отношении это очень самостоятельно нагруженные праздники. И их развели для того, чтобы христиане имели возможность сконцентрировать свое сердечное внимание на каждом событии отдельно. На Рождестве отдельно, на Крещении отдельно. То есть получилось у нас только святочный период, 12 дней между Рождеством и Крещением. В жизни Иисуса Христа этот период занял 30 лет. От Рождества до Богоявления прошло 30 лет. А в нашей жизни это проходит 12 дней. Есть только одна церковь на земле, сейчас осталась. Это армянская апостольская церковь, которая празднует в один день и Рождество, и Богоявление. У армян так. У них это все вместе. Это явился Господь. То есть родился от Девы, и на Ярдане крестился от Иоанна. А все остальные христиане, поместные церкви христианские, они разделили в два таких самозначущих, таких важных события. Тут возникает очень много разных вопросов. Например, где был Иисус с рождения до крещения? Евангелие почти что молчит о том, чем он занимался и где он был. 30 лет Господь Иисус Христос прожил на земле безвестным. То есть никому не открывшимся. Что само по себе является чрезвычайным чудесным событием. Потому что вообще шило в мешке не утаишь. И золото себя проявит. Христос уже родился Христом. Тут нужно сейчас напрячь свои внутренние ресурсы. Смотрите, допустим, были такие церковные проповедники, учителя, которые говорили, что Мария родила обычного человека. Просто хорошего человека, которого назвали Иисусом. А потом он пришел на Иордан. И Иоанн Притеча его погрузил в Иорданскую воду. На него сошел с небес Святой Дух. И он стал Христом в это время. То есть был себе просто какой-то молодой человек Иисус. А потом после крещения Иоаннова сошел Дух. И он стал Христом, помазанником, мессией. Как церковь говорит на это нам? Если вы вдруг такое услышите, или вам самим такое подумается. Говорит, нет, это неправда. Христос уже родился Христом. Когда Иисус Христос родился, не знаю, не помню, когда мы последний раз встречались с вами. Но вот когда Лука пишет, что там в некой стране на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг пристал им ангел Господень. Слава Господне осияла их и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, пастухам, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знамение. Найдете младенца, лежащего в яслях. То есть Иисус, когда родился маленьким, он уже был Христос. Христос уже родился Христом. Он не стал Христом на Иордане, а он родился Христом и уже потом в 30 лет пришел на Ярданскую воду и там проявил себя как именно Мессия, как Царь, как Спаситель, как будущий Искупитель человечества. Вот здесь несколько вопросов у нас должно возникнуть. Мы их сейчас с вами попробуем разобрать. Почему в 30 лет? Почему не в 14, например, не в 52, не в 16, не в 18, не в 21? Дело в том, что Христос был еврей по плоти, как человек. По сути, он сущен всеми Бог. Он вечное слово, которое у отца. Но поскольку он сошел на землю и стал человеком, взял на себя плоть человеческую, он родился от Марии и Девы, от еврейки из рода Давидова и жил среди евреев по еврейскому закону и полностью подчинил себя еврейскому закону. И не только еврейскому, римскому тоже. Когда Христос родился, была перепись на земле. Император Август совершал на земле перепись населения в подвластных народах для того, чтобы налогообложение, понятно, и прочие-прочие государственные дела требуют точного учета, где сколько людей живет, где какие легионы держать, где какие пограничные станции строить. И Христос был записан в число подданных римского кесаря. То есть он записался в Вифлееме с матерью Иосифом как данник, как римский гражданин, как подданный римской империи. Не гражданин, нет, но как данник, как обязанный. То есть он включен был в жизнь мира через римскую империю, и он родился среди еврейского народа и подчинился еврейским законам. У евреев есть такое понимание, что юноша, ребенок, мальчик, пацан, девчонка, они командовать не должны. Есть такая тема, такая, что горе народу, которым командуют юноши. Горе народу, которым командуют женщины. Командовать и управлять должны мужчины выше среднего возраста. Здесь нужно разбираться, что есть средний возраст. Но возраст 30-летия, это возраст грамотности и зрелости мужчины. У женщин это раньше наступает. А у мужчины 30-летний возраст, это возраст некой зрелости, внутренней, человеческой зрелости, начиная с которого, с того возраста, мужчина может быть военачальником, судьей, правителем местной области, священником и так далее. То есть он может решать чужие судьбы и вникать в чужую жизнь, ибо у него достаточно для этого опыта. Но нужно еще раз заранее сказать, что читать нужно уметь в еврейском понимании с 3 лет. То есть 3-летний ребенок должен уже уметь читать. И он должен упражняться в чтении священных книг с 3-х летнего возраста. То есть молиться и читать он должен уже с 3-х лет. Потом в 12 лет он проходит обряд, так называемый бар-митсва, сын заповедей. Для девочки бат-митсва, дочь заповедей. Во время этого обряда ребенок 12-летний читает небольшой отрывок из священного писания в собрании взрослых. На священном языке, на еврейте, истории. Они слушают, потом они хвалят Бога, благодарят Бога за то, что появился еще один сознательный член Израиля. И отец говорит, теперь я за тебя не отвечаю. То есть ты отвечаешь сам за себя. А человек считается полноправно отвечающим за свои поступки. Упоминание об этом мы находим тоже в Евангелии. Значит, смотрите, здесь мы... Каждый год, это тоже Евангелие Луки, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Вообще закон, закон Божий обязывает еврейских мужчин появляться в храме Божием три раза в год. Но имейте в виду, что храм был у них один в Иерусалиме, они жили все по рассеянной территории страны, и у них у всех были там молитвенные дома свои, так называемые синагоги, а вот на службу нужно было приходить три раза в год, не меньше, каждому мужчине. Если меньше трех раз, то ему конец. То есть он на себя навлекает Божие неблагословения. И вот пишется, значит, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Сейчас мы продолжим, я оторвусь на секунду. Значит, они ходили в храм, и как-то отрок Иисус, где-то там шмых, куда-то как мальчишка, значит, его как-то скрылся. Они пошли домой, его нет, 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 они начали его искать, и три дня его искали. Это было для Божьей Матери одно из событий, которое предваряло ее приготовление к смерти Иисуса Христа. Вот первый раз Божьей Матери сказал Симеон, старец праведный, в Иерусалимском храме в день Сретения, когда он сказал, говорит, что у тебя на руках лежит, значит, младенец, который будет пререкание для языков, там, в общем, предмет пререкания, что о нем многие соблазнятся, и тебе самой пройдет душа оружие, откроются помышления многих сердец. То есть Симеон как-то так в гаданиях, в тенях, там, предсказал ей, что такое великое о ее сыне, и что ее будет сердце растерзано, это было при кресте. И вот второй раз Матерь Божия потеряла своего сына, и три дня искала его. Потом это второй раз повторится, когда его убьют, когда он умрет на кресте. Она три дня будет искать, его не найдет, потом на три дня воскресший уже явится к ней. Как бы Господь нас всегда готовит к каким-то очень большим событиям, серьезным, жизненным, заранее, так сказать, приготовляет нас такими, что ли, прообразовательными событиями жизни. И вот они пришли, нашли его обратно в храме через три дня, и он сидел между учителями, то есть такими старцами, такими седыми бородатыми, нашли его там среди учителей сидящего, слушающего их, и спрашивающего их. Это очень важно. В 12 лет ребенок может разговаривать со взрослыми. И опять-таки по еврейским законам. Вот с этого момента, с 12 лет, уже когда этот обряд бармитсва там уже прошел, видимо, значит, мальчик может спрашивать у взрослых какие-то такие осмысленные вопросы. А почему Господь сотворил мир в 6 дней? А почему мы празднуем субботу? А зачем мы там делаем то? А почему есть заповедь вот такая? Он может уже говорить взрослым. До этого он не может говорить взрослым. До этого возраста взрослые на его вопросы внимания не обращают. Считается, что у него еще пока нет ума, и разговаривать с ним это тратит время. А с этого момента он уже может спрашивать, но еще не может никому ничего доказывать. Он только может спрашивать и слушать. С 12 лет. То есть Иисус Христос, вот эти маленькие эпизодики, это по сути единственный эпизод, где мы видим Иисуса между рождением и крещением. Больше мы его там не видим. Вот это один такое вкрапление, 12 лет ему он потерялся, его нашли в храме. Увидев его, удивились. Матерь его сказала ему, чадо, ребенок, сынок, что ты сделал с нами? Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. Значит, смотрите. Итак, ребенка, вот рождается ребенок, его там 8 дней, его обрезывают, там в 12 лет его посвящают взрослого, и он заниматься должен постоянно работой какой-то и изучением священного писания. И в таком случае, к 30 годам, он достигает зрелого возраста. Понимаете? То есть если человек с рождения до 30 лет провел в неком процессе правильного воспитания, и при этом с 12 до 30 лет он ежедневно занимается изучением божественных книг, там закона, там Моисеева, там Псалтирии, там и прочее, то к 30 годам он приобретает некую внутреннюю зрелость. У него устанавливается правильное мышление, у него уже как бы... К тому же женились раньше рано, 12, 13, 14, 15 лет это был возраст вступления в брак и для мальчика, и для девочки. Женили как можно раньше. Для того, чтобы человек быстрее устаканился в этом брачном состоянии, как бы перебесился там, и чтобы уже к 25 он уже был совершенно законченный взрослый человек. Чтобы не было эти инфантилы, которые там я себя не нашел, я там себя ищу, значит, ему уже 48, он там жениться или не жениться, он там думает такое. Там все было очень жестко и сердито, значит, такой раз, два, три. Так вот, Иисус в 30 лет вышел на проповедь, пришел к Иоанну креститься. Он исполнил все, так сказать, внутренние эти этапы взросления человеческого в полном согласии с иудейской традицией, потому что Христос на земле был еврей. Он пришел для всех и для нас тоже, но он был еврей, это нужно знать, это нам очень помогает. Это очень важная вещь, она чрезвычайно спасительная, если ты ее правильно понимаешь. Значит, есть такая мысль, что Иисус Христос наполнил собою, то есть он прожил, через себя пропустил все необходимые возрасты восхождения человеческого. Он был грудным младенцем. И, если хотите, осветил собою младенчество. Ну, в наших глазах младенцы грудные, они так святые, как бы, да? Но я не знаю, какими были грудные младенцы в глазах древних людей. Мы этого не знаем. Может быть, и не наоборот были какими-то жабами бессмысленными. Может быть, наоборот, люди думали, быстрее вырасти уже, сколько тебе можно тут чмокать там сиську мамкину, давай расти, стань уже человеком, в конце концов. Потому что у нас, в нашем понимании сегодняшнем, младенцы святые, но у нас христианское понимание. А как думали раньше, мы не знаем. Христос осветил собой младенчество, малое детство, отрочество. То есть отрак, значит, вот этот непоседливый, он был простым мальчишкой, святым мальчишкой. Потом он стал юношей и осветил собой юношество. Может быть, отрак святым? Может. Иисус же был отраком. Значит, любой отрак может быть святым. А юноша может быть святым? Вот это самый безумный период времени, когда у человека избыток энергии, воскипание крови и полная пустота в голове. Это юношество называется такое. Когда у него как бы еще нету таких твердых целей, таких нету опыта жизненного, зато у него огромное количество энергии, у него столько силы, кажется, как говорил Беня Крик в одесских рассказах, если бы на небе были кольца, я бы их схватил, то я бы это небо дернул бы на землю. Кажется, что я все могу. Юность, она не может не грешить. Она дурная, она энергичная и бессмысленная. Но Иисус был юношей, и он осветил юношество, поэтому юноша тоже может быть святым. А потом он вошел в возраст зрелого мужчины, когда уже есть и сила, и опыт, и разум, и т.д. и тоже была святость. То есть он собою осветил все. Потом он, когда был мертвый, он сошел в область смертную и осветил собою саму смерть. Потому что теперь уже даже и смерть не такая страшная, какая была раньше, потому что в смерти тоже есть Иисус. Он осветил собой землю, небо, преисподнюю. То есть он все собой осветил. И вышел на эту проповедь он не раньше 30 лет. И до этого он был в безвестности. Но только один момент нам дается из Евангелия от Луки, из 2 главы, где он ходил с мамой Иосифом на праздник в Иерусалим по закону. Такой намек. Может быть, вы слышали, может быть, еще придется вам услышать такие фантастические теории о том, что вдруг Иисус вот этот период между рождением и крещением, ну, как бы не пишется про него ничего. А вдруг он, например, ходил куда-нибудь учиться какой-нибудь премудрости. Например, в Египет. Или на Тибет. Я, например, помню, очень много такого всякого встречал по телевизору, в книжках разных проповедников слышал. Говорит, Христос научился тайной, он же потом исцелял, исцелял. Он же потом предсказывал будущее, предсказывал. У него же были какие-то такие дарования такие великие, да? Ну, были. Так он где же их научился? Он научился им где-то. А где? Ну, например, в древности таким точкой притяжения для древних людей был Египет. Туда, например, ходили греки. Греки ходили в Египет учиться премудрости. Например, Пифагор. Там и другие греки. Они ходили в Египет для того, чтобы учиться отношению к смерти, магии чисел, мифологии, тайном загробной жизни. Ну, много чего. Что египетская цивилизация, она там что-то 3000 лет, что ли, существовала вообще. Это невместимое количество лет. Вот от сотворения мира до Рождества Христова прошло, чтобы не соврать. Я там сейчас совру примерно, но в общих порядках цифр не обманусь. 779 лет, по-моему, прошло. То есть там менее 800 лет прошло от сотворения мира Ромулом и Ремом за вложение города до рождения Иисуса Христа. Примерно 800 лет меньше. 700, кажется, 78, 779, что-то вот такое. И Рим потом был разрушен в 429 году, что ли, Атилой. То есть Рим прожил около 6000 лет плюс-минус. А египетская цивилизация существовала 3000 лет примерно. Египтяне смотрели на всех остальных, как на маленьких детей. И в Египет ходили учиться мудрости. Допустим, греки. Греки ходили прям толкой в Египет. И вот, говорит, а может быть, Христос тоже ходил куда-то в Египет научиться какой-то магии, научиться какому-то там врачебному искусству. А другие говорят, не, Христос на Тибет ходил. Он ходил на Тибет и там у тибетцев учился всяким фокусом таким. Вдруг нам придется услышать такие слова. Как нам на это реагировать? У нас же нет никаких фактов. У нас же не пишется, ходил, не ходил, что он делал. Христос никуда не ходил. Он безвылазно сидел в Палестине, в том городе, в котором его воспитывали, в Назарете. Ничтожный маленький городишко. Такой маленький, что потом про него говорили, когда нашли мы Мессии, Иисуса из Назарета. Люди слышали слово Назарета, говорили, эй, с Назарета. Что может быть доброе с Назарета? Он жил в ничтожном городишке и никуда не уходил. А на каком основании, вы спросите меня, вы так уверены в этом? А где написано, что никуда не ходил? Я вам отвечаю, он был еврей. Вы мне спросите, и что? И все, сейчас я вам объясню все остальное. Евреи никуда не ходили. Они жили на своей земле. Единственное, куда они могли ходить, только в храм на праздник. Они обрабатывали свое поле и ходили в храм на праздник. Это были евреи, жившие в Палестине. Были евреи рассеяния, которые жили в Александрии, в Северной Африке, которые жили, собственно, и в Риме, и в Антиохии, которые после Вавилонского плена рассеялись. Эти евреи жили там у себя. Они, конечно, путешествовали, лазили, продавали, торговали. Они тоже приезжали в Иерусалим хотя бы раз в год и присылали денежные пожертвования и прочее. Но это были отдельные евреи. Это были евреи рассеяния, диаспоры. А палестинские евреи никуда не ходили. Кроме того, Иисус Христос вышел в 30 лет на проповедь. Евреи – это такой интересный народ, который слушает только своих. Для того, чтобы слушать человека, который предъявляет претензию на то, что он знает что-то, что он пророк или помазанник Божий, или он имеет какие-то знания от Господа, и он выходит на проповедь со своими знаниями. Они будут слушать его, но только если они знают, что он их. Если какой-то мужик пришел с неизвестной страны, им неизвестный, какой-то там грек, пусть он тот же египтянин или эфиоп какой-нибудь, я вам сейчас что-нибудь расскажу. Они его даже на порог себе не пустят. Они чужих не слушают. Им чужие неинтересно. Вон отсюда. А если вдруг из них кто-нибудь поднялся, можно брать, я скажу что-нибудь интересное. У меня есть откровение. Говорит, говори. Они должны точно знать, что он их. А где он живет? Он живет вот там. А кто его отец? Его отец вот тот-то. А кто у него братья-сестры? Эти, эти, эти. А чем он занимается? Занимается этим, этим, этим. А сколько ему лет? Там 38. А, ну пусть скажет, мы послушаем его. Только так они слушают человека. А он обрезанный? Ну конечно. А он в субботу бывает в синагоге? Обязательно. Каждую субботу? Каждую субботу. Тогда пусть говорит, мы послушаем его. Понимаете? Только так. Чужих они не слушают. И молодцы. Аллилуйя. До сегодняшнего дня им плевать на всех чужих. Это мы только обезьяны и мартышки слушаем. Что французы скажут? Что китайцы скажут? Что англичане скажут? Что итальянцы скажут? И там пытаемся на подтанцовке подыграть тем, тем, тем. Эти слушают только своих. Когда Иисус вышел на проповедь, все прекрасно знали, кто он. А, так это Иисус из Назарета. Да. А кто его отец? Ну Иосиф, плотник. Ну ты же знаешь. А, понятно. А что, сколько там ему лет? Ну 30 уже лет, он уже взрослый мужик. А, понятно, да. И что он там у нас? Да, его мама Мария. Ну да, хорошо. Ну ладно, пусть говорит. Только так. Для того, чтобы говорить среди евреев, ему нужно было всю жизнь прожить среди евреев. Всю жизнь. Если бы сказали, слушай, да он же там пропадал между 15 годами и 19 годами. Он куда-то там уходил. Где там ходил, бродил. Где он там был? Не знаю. Может он где-то там был. Где-то там магов и волшебников. А, так мы не будем слушать его. Слушай, вон его отсюда. Даже пусть рот не раскрывает. Такой у них закон. Для того, чтобы Иисусу Христу быть мессией еврейского народа, а до этого проповедником среди еврейского народа, нужно было бы Иисусу Христу быть абсолютно чистым евреем во всех отношениях. Обрезанный. Субботу хранит. Сидит на глазах у них все дни до своего выхода на проповедь. Родственники его известны. Где живет, известно. Иисус Назарянин. И так далее. И только тогда у него появляется возможность быть проповедником. Чужих слушать не надо. Вот живет пацан перед тобой, значит, такой. Тебе 40 лет, а ему 10. Потом тебе 50, а ему 20. Тебе уже 60, а ему 30. И он на твоих глазах сначала в мячик играл, потом там где-то курил за углом, а потом вдруг так остепенился, там потом раз вдруг вышел и стал проповедником. Он говорит, ой, иди-ка, иди-ка сюда. Я тебя помню еще таким засранцем, у которых были сопли до колен. Иди сюда. Мне уже 70, а тебе 35. Ну-ка, расскажи-ка мне. Потом я служу. А, да, 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 сынок, да. Поцеловал тебе Бог в темечко. Ну, давай, иди проповедуй. Я тебя знаю. Тебе с детства знаю. Давай, говори. У тебя во рту слова Божии. А чужих мы не слушаем. Так у них было. Поэтому вот это очень важная вещь такая, значит. Иисус Христос, он полностью жил под этим гнетом еврейских заповедей. Рекомендую вам поинтересоваться этим вопросом, потому что вот сказал нам, сам Господь нам сказал, что если праведность наша не превысит праведности книжников и фарисеев, мы не войдем в Царство Небесное. Слышите, запомните эту фразу. Это из Нагорной проповеди. Если праведность ваша не превысит праведность книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Значит, наша праведность, Мы должны быть праведниками. Хочешь, не хочешь. Конечно, мы знаем, что мы грешники, мы паскудники, ничтожники. Ну, Господи помилуй. Но мы должны быть праведниками. У нас такое призвание. Даже у нас призвание святыми надо быть. Будьте святы, ибо я свят. Так вот, если мы захотим быть праведными, а потом и дальше святыми, сначала праведность, потом святость, то наша праведность должна быть выше, чем праведность книжников и фарисеев. Надо поинтересоваться. Интересно, а какая же это праведность у книжников и фарисеев? Потому что нам нужно быть выше. Нам нужно знать, а что у них? Потом узнать, что у них, и стать выше. А у них там, ух, там просто, там тяжело. Там нужно постоянно читать, изучать, там что-то там соблюдать, там бормотать. Не каждую одежду на себя оденешь. Не каждый бутерброд съешь. Там столько заповедей, запретов, повелений. Там человек обвешан всякими ограничениями с ног до головы. Он живет, понимаете, как этот самый, как спецназовец в тылу врага. То есть он ходит как бы по минному полю. А нам нужно быть еще выше, чем они. Господь говорит, если ваша праведность не превысит праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Это очень интересная вещь. И вот Иисус Христос обвешивал себя всеми этими заповедями. Вот заповедь там, это в нашем понимании заповеди, там моральные запреты такие. Ну скажем, там, ну не лги, например, да, ну есть заповеди, не лжесвидетельствуй. Там почитай отца и матерь, там не обижай никого, там взаймы давай, скажем, там не бери чужого, там не блуди, там не думай злого. Это у нас все как бы моральное. А кроме этого есть еще куча заповедей, ограничающих человека в перемещении, там, в еде, в одежде, там, в чем-то еще, там, там куча всяких таких прям запретов таких, что это ешь, это не ешь, там, это ешь после обеда, это не ешь вообще никогда. Такое там, это одевай, это не одевай, там. Как только встанешь с кровати, ногу спустил, значит, читай вот эти слова. Вторую ногу спустил, читай вот эти слова. Одеваешь штаны, молись вот так. Одеваешь ботинки, молись вот так. Там прям все вот так вот. Там просто миллион разных повелений. Человек живет как бы плотно встроенный в такую сложнейшую систему религиозных требований. И Христос взял на себя это. И они знали его как своего. Он был такой для них, такой молодой мужчина, такой Иисус. И что интересно, что он прожил ни одного чуда не совершивший. Ни одного, он даже словом не проявил, что он выше всех. Знаете, как, например, разведчик, какой-нибудь Штирлиц условный, живет среди врага уже 30 лет. И в каком-то моменте, например, что-то он там, допустим, ляпнул или брякнул. Много ли нужно, чтобы проколоться разведчику? Где-то в какой-то книжке про разведчиков я читал, допустим, такую вещь, например. Какой-то там сложные какие-то вещи были у нашего агента. И он зашел так в кабак, значит, говорит, двойной виски без содовой и без льда. Ему налили, он сразу хлопнул. Говорит, он был близок к провалу, потому что так никто не пьет. Пьют по одной порции и разбавляют чем-то, и пьют потихоньку. Когда-то, короче, пьют по-другому. А вот так вот по-нашему, так налил стакан и врезал как бы сразу. Весь бар сразу замер, как бы на него обернулся. Потому что так никто нигде не пьет. Ты кто? Понимаете? В это время Штилиц был близок. Или, допустим, там нырнул мужик в воду и поплыл как-нибудь, допустим, какие-то батерфляем. Говорит, так никто не плавает. В наших краях так отродясь никто не плавал. Плавают все вот так вот по бабье. А вот так вот как-нибудь или вот так вот. Никто так не плавает. Кто это такой? Сейчас он вылезет из воды, мы уже спросим. Ты откуда приехал? То есть там надо знать миллион нюансов, чтобы не проколоться. Иисус Христос не прокололся ни разу. Он никому не показал, что он Господь. Как есть, например, такие, есть такое Евангелие детства, такое апокрифическое, такое фантастическое Евангелие детства. Людям всегда было интересно. А каким был Иисус, когда он был маленький? А вдруг он какие-то чудеса творил? А вдруг? Ну, представьте себе, что маленький Иисус, например, может, что хочешь сделать. Он может, например, там, ну, условно говоря, там, собака какая-нибудь там хромая, там, трехногая, там, скачет, например, там, а ему жалко, например, я стал, он бы взял, там, эту ножку, там, 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 раз, там, оба, на четырех ногах, там, и за ним, там, в припрыжку, значит, довольная. Что хочешь, мог бы делать. У людей было всегда такое желание, такое, а что же он делал, когда он был маленький? А он ничего не делал. И это самое удивительное. Есть такая, значит, фантазия такая об Иисусе, такая, что якобы маленький Иисус лепил из глины голубочков, а другой какой-то мальчик, там, рядом с ним, как в песочнице, там, какой-то злой мальчик такой, такой злой еврейский мальчик такой, значит, он топтал этих голубочков там у Иисуса, значит, и Господь, как бы, значит, маленький Господь, как бы, жалел, как бы, этих птичек своих, которых он сделал, они были хорошие, взял, топтал, там, не люблю твоих голубочков. И он на них дунул, они ожили и улетели. Даже есть такие картины, где Мария сидит, Иисус сидит, и такие голубочки вокруг них разлетаются. Типа Иисус оживил голубочка. Это эфиопская или египетская притча об Иисусе. Ну, красиво, но этого не было. Он мог так сделать, конечно, но он так не делал. Он вообще ничего не делал. Он никак не проявил свое... Это самое тяжелое. Самое тяжелое на самом деле. Представьте себе, что вы, например, миллиардер или миллиардер США. Попробуйте ходить в своем трапезе, ни одной тряпки себе не купить, например, за 200 долларов. Так вот и ходить, как ходил, так и ходишь. Как ездил, например, на Жигулях седьмой модели, так и ездишь. Как живешь, например, в своей двушке хрущевской, так и живешь. И у тебя миллионы лежат, ты вообще космически богатый человек. Но тебе сказали, тихо будь, мы тебя проверяем. Не говорим, сколько, год, два, три, пять. Заныкайся, ни одной копейки не трать. И никому не показывай, что очень богатый человек. Вот спрячься, вот заныкайся, живи, как жил. Да вас порвет на части. И меня тоже порвет. Захочется как-нибудь зажечь все звезды, показать вообще, что я не тварь дрожащая, что я право имею. Захочется поменять все на свете, как бы. Квартиру, дом, одежку, там все прикидываю, значит, там все тачки, значит, все хочется поменять. И сказать всем, плевать на всех, на работу больше не хожу, как бы, значит, денег много. А тебе говорят, нет, цис, вообще не высовывайся. Попробуйте. Если у вас есть все, а вы живете так, будто у вас нет ничего. Вот это слабое подобие того, как жил Христос, когда он был на земле до 30 лет. У него было все. Он мог вообще вмешаться в любое дело. Он мог любого больного исцелить до 30 лет тоже. Он мог там мертвых воскрешать. Он мог что хочешь делать. Он мог закрывать небо от дождя и дождь не сводить на землю. Он ничего этого не делал. Первое чудо. Помните, где было, какое Христос совершил первое чудо? Первое чудо. На браке, на свадьбе. Он уже крестился от Иоанна, уже пошел в пустыню. Там к нему приступил дьявол. Он с дьяволом там воевал 40 дней. Лукавый ему предложил три искушения. Хлебом, чудом, тайной, властью. Хлебом, чудом, властью. И он уже победив дьявола, вышел потом обратно. Пришел к себе в Назарет. И там произнес первую проповедь, после которой его хотели с горы сбросить. И потом он совершил первое чудо на свадьбе. Он умножил, значит, притворил воду в вино для брачующихся. Потому что у жениха с невестой на свадьбе не было вина. И он им это сделал. И при том он не хотел этого делать. Но у них это Иоанна, Евангелие там расписывается. Его упросила мать. Говорит, что у них вина нет. А что мне и тебе? То есть нам-то что? Еще мое время не пришло. А она его упросила. И он сотворил первое чудо на свадьбе. То есть он мог творить чудеса и раньше. Не творил. И это, собственно, очень чудесно. И потом в 30-летнем возрасте он пришел на Иордан. А на Иордане в это время совершалось нечто удивительное. Там проповедовал Иоанн Претеча, Иоанн Креститель, который был родственником Иисуса. Его мама Иоанна Претеча и мама Иисуса, Мария и Елизавета были в родстве между собою. Елизавета была старушка. Если помните, вспоминайте Евангелие, это тоже Лука пишет. Елизавета была старенькая женщина, которая зачала ребенка в старых днях. От нее отнялось поношение бездетности. Она уже родила, когда была совсем старенькая, так это был на смех такой, как Исаака. Как Сара Исаака родила в старости. А Мария, значит, девочка совсем была, ей там лет 13-14 было в момент Благовещения. Значит, вот они были родственницы. От них родились два этих вот великих человека, значит, Иисус Господь и Иоанн Претеча. Иоанн Претеча почувствовал близость Господа к себе еще когда был в очреве. У него была такая благодать. Вот когда мы говорим, а ребенок внутри матери живет, не живет. Кто там внутри у матери, вот зачался ребенок, это кто? Это человек или это не человек еще? Это полноценный человек. То есть у него есть свои таланты, способности, своя роговица глаза, там это значит свои подпечатки пальцев, свои таланты, свой пол, свой набор хромосом. У него все уже сформировано, это своя личность такая. С самого раннего времени. И вот Иоанн Претеча, когда был в очреве своей мамы, то он, представьте себе, старушка Елизавета имеет в очреве Иоанна Претечу, а он на шестом месяце уже, он уже взросленький мальчик, на шестом месяце уже сформированный ребенок. И он там, значит, там бултыхается в этих родовых водах, в очреве своей мамуле. Значит, такой, приходит Дева Мария, а у нее в очреве Сын Божий. И вдруг этот ребенок начинает, ну я прочитаю вам лучше все, потому что это грандиозно. Это грандиозно. Значит, Мария пошла с поспешностью в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Ну приветствовали как, говорит, радуйся, здравствуй, мир тебе там, или радуйся. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее. То есть ребенок начал колотиться у нее там в пузике, значит, такой великой радостью. Не знаю, женщины наверняка могут как бы так себе представить это более тактильно, что он прям радостно забился. И когда он забился радостью в очреве своей матери, то он преподал Духа Святого ей. Елизавета исполнилась Духа Святого в это время, когда ребенок у нее колотился радостью. И воскликнула громким голосом и сказала, благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне это, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем. То есть Иоанн Претеча впервые почувствовал близость к себе Иисуса Христа, тогда он еще не родился, в нашем понимании он еще не был человеком полноценным. Он еще был в этом фантастическом космическом положении, потому что человек внутри материнского организма находится вниз головой. То есть мы-то сейчас ходим вот так, а были вот так. Потом у него закрыто все, что сейчас открыто. То есть закрыты глаза, закрыты уши, закрыт рот, закрыт нос. половые органы, органы выделения тоже не действуют. То есть он там, извиняюсь, не писает, не какает. То есть у него эти все органы не действуют. У него закрыто все, что сейчас открыто. И открыто то, что сейчас закрыто, а именно пупок. То есть одна из дверь союза, через которую он связывается с материнским организмом, и оттуда он получает и воздух, и пищу, и там же происходит обмен веществ. То есть это все каким-то фантастическим образом, это все отделение лишнего, ненужного, тоже происходит через пуповину, через мать. Это фантастика. Это фантастика. Не нужно никаких космических путешествий. Не нужно никаких там Стивена Спилберга какого-нибудь, Звездные войны. Что еще более фантастичного? Это вы, 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 я, это все мы так были, так жили. Длинный срок, 9 минут. Мы жили в воде, как ихтиандр, как камфибия. Мы не дышали легкими, мы дышали животом. Извиняюсь, мы какали, писали, мы кушали, какали, писали, дышали животом, пупком. Одной той дыркой, которая сейчас у нас зашита. Она вообще сейчас не работает. Она нужна только для красоты, чтобы в нее вставить стразы бриллиантовые, если вы на сцену вылезли. Вот пупок, все, ничего смешнее нету, как бы, мы через него ели пили и все остальное. А все остальное было закрыто, и мы были вниз головой в темноте, абсолютной темноте, в тишине, в воде. Вы вообще можете представить, что это был я, это были вы, это вообще кошмар. Что еще можно выдумывать после этого? О какой фантастике еще можете речь? О чем еще можно фантазировать? Все фантастическое уже было, все остальное тоже не смешно. И вот он, когда был в этом положении, таком парадоксальном, таком чудесном, Иоанн, он уже тогда чувствовал Иисуса Христа. И когда эта девочка беременная, Сыном Божием, Мария Святая, зашла к Елизавете, он начал там колотиться в этом чреве, барабанить по стенкам живота, и от этого его движения мама вдруг исполнилась Духа Святого. И когда эта Мария зашла к ней, представляете, старушка беременная, и к ней девочка молодая заходит так в дверь, это 14-летняя траковица. Она говорит, Боже мой, да откуда же мне это? Пришла ко мне матерь Господа моего. Слышите какие слова она сказала? Вообще космос, фантастика. Откуда мне это? Ко мне пришла матерь Господа моего. Там ребенок зашел, 14-летний ребенок, родственница ее. Когда ты мне сказала здравствуй, когда ты меня поприветствовала, то есть как только слух твой вошел в уши мои, забился ребенок в очреве моем радостью, и ты блаженная, потому что будет тебе совершено. Короче, там Мария свою песню пропела, величит душа моя Господа. То есть я к тому, что Иоанн, это был человек, который обладал способностью ощущать Господа, еще когда никаких ощутительных способностей быть в человеке, в принципе, не может. И он потом, когда родился, ему нужно было уже увидать Христа уже глазами к глазам. Вокруг Христа вообще был целый плотный такой клубок, такое плотное кольцо людей, совершенно избранных. Смотрите, много раз я об этом говорил, и в вашей наверняка аудитории, что Иисус Христос, ну так уже надо было, так уже Бог Отец решил, что Сын должен будет сойти на землю, стать человеком, что Его единородный Сын должен воплотиться, стать человеком. Но воплотиться нужно же от кого-то. То есть Сын Божий не приходил в мир до тех пор, пока не нашел себе маму. Надо было найти такую достойную маму, которая была бы чистая, золотая была бы снутри и снаружи, чтобы у нее не было никакого грешного помысла в голове, чтобы она была и не жадная, и не хамка, и послушная, и терпеливая, и молитвенная, и Богу открытая, и невинная, и от всякого греха далекая. И вот такую маму надо было искать себе. И он нашел ее, и тогда в нее вошел. Но кроме мамы нужно было еще найти того, который будет называться папой. Потому что там еще был Иосиф такой. Иосиф это был такой уже пожилой, такой взрослый человек, у которого была своя семья. Очевидно, он был вдовец, потому что дети его перечисляются. И вот эту Марию юную отдали Иосифу как жену, чтобы Иосиф выполнял официальные функции в глазах людей, как мужа для нее. Нельзя было этой девочке рожать одной, но ее бы просто как блудницу побили бы камнями, и тогда женщина родила ее одна. Это сейчас можно, а тогда нельзя было, тем более в еврейском народе, тем более речь идет о Мессии. Значит, нужно было сохранить видимость нормального супружества. И нужно было найти какого-то праведного человека, который бы охранял эту Марию, который бы понимал все, все знал, и как бы создавал эту священную видимость. То есть надо было еще Иосифа выбрать. Мало того же Марию нужно было выбрать, нужно было еще Иосифа выбрать. Елки-палки. А пойди выбери такого человека. Иосифу, когда он же был праведный человек, ему сказали там, вот твоя Мария, что-то нам кажется, что она беременная. Тебе там обручили ее. И он как бы смотрит, она вроде бы точно беременная. И он решил ее отпустить от греха подальше, потому что если это правда, значит, если... Ну а у него не было в голове понятия, что девушка может быть беременная, но без греха. Что там дело вообще Божие, что там дело Духа Божьего. И он думает, отпущу ее, потому что иначе за блуд без брака по закону нужно было убивать. Там вообще не было шуток. Там если что, то блуд без брака это смерть. Там просто хватают и убивают. Они, конечно, не так часто это все делали, но закон такой написан. Прямо в Библии написано. Если девушка в доме отца своего осквернилась блудом и зачала, не будучи замужем, то побить ее камнями и до свидания. И Иосиф думает, отпущу я ее. И когда он себе так подумал, во сне ему является ангел Божий, говорит, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию. Родившаяся в ней есть от Духа Святого. То есть здесь нет греха, здесь есть Божие дело. Родит сына, наречешь ему имя Иисус. Он спасет людей своих от грехов их. И Иосиф понял, что он вообще включен в какую-то большую тайну. И он потом хранил эту девочку-маму и этого святого дитя. И был как бы муж для всех. Это вообще был фантастический человек, Иосиф. То есть Господь нашел себе Марию, нашел себе Иосифа. И Иоанна себе нашел. В это время еще Иоанн появился. А Иоанн это вообще больше из всех рожденных женами. Можете представить? Вот придумайте себе самого великого человека или группу самых великих людей, которых вы знаете. Ну вот кого мы можем придумать из великих, не знаю. Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, кого там еще, маршала Жукова, кого там еще, Коко Шанель, Адельера Зайцева, кого там еще, конструкторов разных всяких, инженеров, господина Эйфеля, который башню в Париже построил, кого там еще, господина Флеминга, который пенициллин изобрел. Придумайте, короче, миллион самых великих людей. Это будет полмизинца от того, кто такой Иоанн Притеча. Полмизинца, даже не весь мизинец. Возьмите Льва Толстого, возьмите Ивана Тургенио, возьмите Эмиля Золя, возьмите там Жорж Санд, всех писателей мира возьмите, это будет полмизинца от Иоанна Притечи. Иоанн Притеча больше всех людей, которых родила женщина. Всех людей больше, без исключения. А поскольку Христос родился от Девы, то он не в счет. То есть он, конечно, больше всех. А Притеча больше всех остальных. Вокруг Христа был такой плотный пул исключительных людей. Мария, Иоанн, Иосиф. Ну и там чуть поменьше, там дальше такие. То есть он был в плотном кольце святого окружения, святой Господь Иисус. И Иоанн получил от Бога такой приказ, слышал голос такой. Он говорит, тот, кто послал меня крестить, сказал мне так-то и так-то. То есть ему Отец Небесный прямо сказал ему, иди на Иордан крести. И он там начал проповедовать, чтобы люди каялись. Чтобы люди каялись. Вот смотрите. Иоанн вообще снимал с людей шкуру. Он был проповедник, конечно, еще тот. Приходившему креститься от него народу. Креститься, значит, это погрузиться. Потому что у нас есть амонимичное такое понятие. Креститься. Я крестился. Это правильно. Только что я крестился. А вот креститься, это значит погрузиться. Вот в смысле прийти на Иордан креститься или прийти в таинство крещения, это значит погрузиться. То есть погружаться нужно в воду. Это в разных языках, это все разные глаголы. По-гречески это баптизма. Иоанн креститель, потому что он погружал людей в воду. Люди приходили в грехах своих. Ну предание так говорит. Люди приходили, каялись в своих грехах, они заходили в воду, так по плечи или по грудь и начинали вслух говорить свои грехи. Там я там то, я там все. Я то украл, там то хотел, там похулил, там поматюкался, там жене изменил, там обманул между куплей и продажей. Короче, там это... Все это выговаривали они, все свои грязи свои. Потом они замолкали, потому что уже все сказано. Как бы все, все. И он просто погружал их в воду один раз. И они выходили на другой берег. И так они шли к нему длинной очередью, обремененные грехами своими, и он крестил их. А перед тем, как крестил, проповедовал им, Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, порождение ехидновы. Ну ехидна в понимании древних людей это животное, которое не рождается естественным путем, а которое такой змей, ну типа присмыкающийся такой. Это животное, которое прогрызает чрево своих родителей, которое рождается не иначе, как убивая тех, кто его зачал. Ехидна это такое оскорбление. Например, как слово свинья в устах евреев или арабов является символическим оскорбительным понятием, так и ехидна это такое безжалостное существо, такое кровавое безжалостное существо. Представьте себе, люди пришли креститься от Иоанна, с покаянием пришли, такие скрюченные от своих беззаконий, а он им говорит, порождение ехидны. Хороший проповедник, правда? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Ругался с ними. Сотворите достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть чада Аврааму. То есть он требовал, чтобы они принесли плоды достойные покаяния. Это очень важные слова, прошу их запомнить. Сотворите плоды достойные покаяния. То есть если ты, например, воровал, плодом достойным покаяния будет, первое, больше не красть никогда, раз. И второе, от того, что ты честно заработаешь, отдавать какую-то часть нуждающимся, два. Это будут плоды достойные. Ты пришел и говоришь, я вор. Я был вор. Я больше вором быть не хочу. Я воровал. Ты что воровал? Ну я там был возле разных документов, там приписки, подписки, значит, такие там, и часть средств входила налево. Так, что будешь дальше делать? Я больше этого делать не буду. Хорошо, но этого мало. Теперь, значит, от честно заработанных твоих, значит, там, зарплат 20% отдавай нуждающимся. И вот через год будешь чистый. Не рамишь. То есть нужно мало, я каюсь. Этого мало. Сотворите плод, достойный покаяния. То есть грешил языком, языком исправься. Грешил глазами, глазами исправься. Грешил брюхом, брюхом исправься. Я, например, там то-то, то-то, то-то. Говорит, не ешь по понедельникам и средам. Вообще не ешь до заката солнца. Допустим, а я вот то-то, то-то, значит, а ты вот это, значит, и так далее. То есть нужно исправиться по-настоящему. Не просто, значит, такие, сделать глазки на небо и такое, я кайф, мне жалко. Мне очень жаль. Есть такая фраза такая, что-то такое грустное. У меня умер отец. Мне очень жаль. Это американское такое, прям такое, как хорошего дня сейчас такое, привыкли все говорить друг другу. Хорошего дня. Такая пошлая фраза довольно, не русская совершенно. Have a nice day в буквальном переводе. Мне очень жаль. Что это такое, что за глупость? Вы такие, я согрешил, отец мой, я согрешил. Мне очень жаль, этого мало. Сотворите плоды достойные покаяния. И не думайте говорить в себе. Они имели себе какие-то оправдания всякие такие. У человека внутри всегда существует некая сложная система оправданий. Вот у евреев было все очень просто. Они говорили, мы Авраамовые дети. Все остальные там эти люди, это полулюди, полускоты. Кто их родил, мне не важно. Но я сын Авраама. Во мне благородная кровь. Я сын Завета. С Авраамом разговаривал Бог. Я сын Моисея духовный. Моисей дал нам заповеди. И я освящен происхождением от Авраама и заповедями от Моисея. Я не просто вам какой-нибудь хухры-мухры. Я великий человек вообще. Любой еврей носит себе понимание того, что ради него мир создан. И вы должны носить себе это понимание. Если человеку, если хотите, нужно иметь такую бумажку. Если человек сильно разгордится, вернее так, наоборот, если человек сильно будет унывать, например, будет унывать, думает, ай, блин, что за жизнь такая, я такое дерьмо, жизнь такое дерьмо, зачем это все нужно кому-то. Достает из кармана бумажку, на бумажке написано, ради меня создана Вселенная. Это правда. Ради вас, каждого в отдельности. Весь мир создан. Без вас мир не полон. Раз вы уже есть, значит вы очень нужны. Вы даже не знаете, как вы нужны. Именно вы нужны. Вы уникальны. Ради вас создана вся Вселенная. Можете прямо написать себе красивым почерком и в карман положить. Нет, стоп. На другой стороне нужно писать следующее. Если вы сильно разгордитесь, такие, ой, я какой, блин, какой я там, или какая я, разве были такие еще, как я, ой, там раздайся морем, и приплыли, и троллевали. Значит, на второй стороне нужно написать, до меня, до меня были созданы и жабы, и мухи. Человек создан последним. Последним. У нас были бегемоты, были, жирафы, были, воробьи, были, синички, были, зачахли лютики, уже все было. И мухи были, и жабы были, все было уже. Поэтому, если будешь гордиться, значит, пойми, жабы до тебя созданы, то есть они старше тебя. Они, в принципе, как бы, ну, постарше. Короче, просто постарше. То есть ты, вот, не гордись. Жаба важнее тебя в каком-то смысле. А если будешь сильно унывать, ради тебя мир создан. То есть без тебя мир не полон. Эти две мысли нужно правильно применять к человеку. То есть когда ты будешь как бы закисать, ты поднимись, ты в сон, что Бог есть. А раз Бог есть, значит, любит меня Господь. Слава тебе, Господи. А раз ты будешь гордиться, значит, вспомни, что ты, извиняюсь, там, вот это самое, как бы, и все. И тогда, значит, сядь тихо, как бы, и не чирикай. Потому что надо понимать, что когда нужно. Гордому нужно смириться. Иоанн так и говорил. Он говорил, что всякая гора пусть понизится. Всякая, значит, долина, всякая яма, там, всякая лощина, пусть возвысится. То есть всякие униженные пусть поднимется, пусть расправится. То есть скажите людям, люди, вы люди, вы не финтики, вы не механизмы, вы не шпунтики, вы люди. Если каждый из вас начнет с отцом разговаривать, отец поможет вам, вы вообще без вас, вообще как это можно без вас решать, все, что вас касается. Вы люди, у вас есть совесть, разум, бессмертная душа. За вас Христос умер. Вы очень важные люди. А когда будете гордиться, скажите людям, говорит, гора пусть понизится, а долина пусть возвысится. То есть если будешь гордиться, то тебя надо опустить чуть пониже, так, чтобы ты сидел и не высовывался, потому что ты не самый главный. Так что Иоанн говорит, люди придумывают себе самооправдания всякие. Да, мы к тому, что евреи говорят, мы дети Авраама. Он говорит, не думайте говорить в себе, что мы дети Авраама, потому что Господь Бог при желании может из камней сделать детей Авраама. Мы тоже можем придумать себе всякие оправдания. А мы то, а мы это. Жизнь такая, звезды сложились, меня не воспитывал никто. Школа была такая, родители были такие, семья моя такая. Короче, все такое, что я грешу по неизбежности. Все понятно, это все мы слышали. Вот Иоанн говорит, не думайте оправдываться, потому что секира, то есть уже топор острый, при корне древа лежит, всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Вы слышите, что он вообще проповедовал? И к нему ходили прям целыми толпами. Он никого там, знаете, а мои любимые, как я вас рад видеть, слава Богу, что вы пришли, давайте сейчас купу-купу в Иорданчик, сейчас купнемся там. Вы такие сладкие, вы такие хорошие. Боже, как я рад вас всех собрал, всех себя видеть. Вы такие хорошие люди. Вы просто прекрасный народ такой. Ничего подобного. Он говорит, змеи, они пришли к нему тысячами целыми. Он говорит, порождение ехидновы. Да вы что вообще думаете на себе? Да уже топор под корнем дерева лежит. Сейчас порубят всех в муку и в огонь, бросят и до свидания. Да не думайте оправдываться. Они все шли и шли и шли. Что это такое? Они же мазохисты были, что ли? Нет. Кстати говоря, еврейский народ ужасно обидчивый народ. Они очень чувствительны. Люди вообще чувствительны. А что это он нас обзывает? Что это он нас обзывает? А он их прям там обзывал в страдовечерах. А они всему все шли и шли и шли. Потому что он говорил им правду. А правда, она не важно какая, красивая, некрасивая. Душа чувствует, что это правда. И она идет к человеку. Туда, где правда. Надоело, когда тебя брешут. Надоело, когда тебя убаюкивают, тебя, обласкивают, облизывают, для того, чтобы съесть быстрее. Или как-то используют тебя. Перед выборами мы все хорошие. За тобой гоняются, как за зайцем, за твоим голосом несчастным. И все тебе обещают, что у тебя будет скоро все в шоколаде. И что ты хороший, и что ты умный. Потом пока выборы не пройдут. И это брехня постоянная. На каждый раз продажи. В магазине ты нужен как покупатель. В государстве как голосователь. Там нужен как этот. А как ты, собственно, как человек божий, ты не нужен никому. И ты же это чувствуешь. Тебе все врут. И наплевать на тебя всем. И ты как бы хочешь правды. И даже если правда жесткая, ты все равно туда идешь. Вот евреи шли к Иоанну Претечи, хотя он там как бы... Причем он не имел никаких ритуальных таких вот предостей. Евреи же очень щепетливые. Мы же... Почему я все время говорю, вот как у евреев? Потому что это все у евреев. Это все полностью еврейская история. Она, к счастью, к нам относится, потому что мы уверовали в Иисуса Христа. А они очень щепетильные. Там мы можем спокойно поздороваться там как бы и с узбеком, и с таджиком, и с негром, и с киргизом, и с японцем. А еврей нет. Он не с каждым поздоровывает, не с каждым кушает, сядет вместе, не с каждым будет там соприкасаться, там общаться. Они считают, что не надо нам с ними, понимаешь, мы должны быть в чистоте. А к Иоанну приходили все подряд. Приходили к нему, спрашивал народ его, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, отдай неимущему, у кого есть пища, делай то же. То есть, когда он людей напугал изрядно, тем, что скоро им всем конец, они спросили, что же делать? Он направил их мысль на дела милосердия. Это самая простая, самая необходимая вещь. То есть, если хочешь как-то закрыть свою душу от грядущего гнева, делай какие-нибудь добрые дела. Ищи тем, кому нужна твоя помощь и помогай. Есть деньги, помогай деньгами. Нет денег, есть руки, помогай руками. Как-то еще помогай. Короче, делай кому-то что-то, что можешь, то, что нужно от тебя, потому что таким образом закроешь душу свою от грядущего гнева. Это прямой вывод из проповеди Яна Притеч. Спрашивали его также мытари, это сборщики податей, это такие пройдохи, такие крохоборы, изменники, по сути, такие сребролюбцы. Что же нам делать? Он их не выгонял, он ними не гнушался. Он говорит, ничего не требуйте более определенного вам. То есть, не обманывайте никого между всякими налоговыми сборами. Это нужно налоговикам нашим тоже повесить где-то там налоговой инспекции. Большой плакат какой-нибудь такой повесить. Приходили, так же мытари. Спрашивали, что нам делать? Хороша была бы, кстати. Спрашивали воина, а нам что делать? Сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих обьяне, не Христос ли он? То есть, народ думал, может быть, это Христос, они же Христа ждали. Должен прийти Христос, который все поставит на места, который там одних смирит, других возвысит, который воскресит мертвых, который вообще даст нам все, что мы хотим. Они думали, может, это Христос? А представьте себе, Иоанн, он же был сухой весь, такой, как с Бухенвальда, значит, такой, потому что он не ел всю жизнь ничего нормального, он только ел дикий мед и какие-то кузнечики, которые называются акридами. Он никогда не спал на кровати, укрываясь одеялом. Никогда. Он спал на сухой земле всю жизнь. Прожил-то всего лишь 30 лет там с небольшим. Он одевался, он никогда не носил нормального какого-то одежды или белья какого-то, на нем была одежда из верблюжьего волоса и на поясе у него был кожаный пояс, такой, как у Ильи. Он был босой, с непокрытой головой. Он никогда, конечно, не ходил к парикмахеру, поэтому у него была огромная шевелюра и длинная борода, он был с заросшей волосами, с битыми в культи такие, наверняка, потому что расчески тоже при себе не было. Ни зеркальца, ни расчески. Он никогда не мылся в бане. Это был житель, это был вообще какой-то не человек какой-то даже. То есть он никогда не ел сладкую конфету, он никогда не слушал музыку, он никогда не брал девушку за руку, он никогда не жил под крышей, он жил как какой-то ангел на самом деле в молитве все время такое. И когда он это все там как бы задвигал этим всем иудеям, то они, конечно, были поражены, они смотрели, как на чудо на этого Иоанна, им было страшно его слушать, потому что его устами Бог говорил, это были огненные слова, оно их обжигало. Думали, может быть, он Христос? А вдруг он Христос? Иоанн всем отвечал, я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень на обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопатой его в руке его, и он очистит гумно свое, то есть поле пшеничное, соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть вообще все его слова какие-то исполненные ужасом. Неугасимый огонь, секира при корне древа, там камни, там Авраам, и многое другое благовествовал он народу, поучая его, по-славянски утешая его. И вот, когда этот голос раздался, на этот голос смиренно встал в Назарете с места своего Иисус и пошел на Иордан. Люди, представьте, когда вот такая вот разносится весь, такая, ты слышал, что там на Иордане, что на Иордане, там какой-то, вот, кажется, вот его звать Иоанн, он сын Захарии, священника, там, короче, он крестит, короче, все к нему идут, он там проповедует, там, может быть, он Христос, не знаю, ты ходил, я не ходил, я пойду завтра, я туда же пойду, ну пойдем. И они прям целыми городами поднимались с места в колонну подво, как бы, и шли все туда, к Иордану, и Иисус пошел вместе с ними, смиренно, тихонечко, пошел в толпе людей к Иоанну, на Иордан, и пришел туда, на Иордан, среди прочих грешников. И никого там, никто его там не узнавал, потому что снаружи ничего такого особенного на Христе не было. И тогда Иерусалим, и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Так, так, так. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, Иоанну креститься от него. То есть он, между прочим, был в очереди на крещение. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне. То есть Иоанн второй раз уже, первый раз в очереве своей матери, второй раз, он уже наяву, глаза в глаза, он почувствовал, что это Господь. Кроме того, в Евангелии от Иоанна говорится, что ему было прямо сказано отцом. Отец сказал ему, что вот этот, на кого увидишь Дух сходящий, что он есть Христос. Значит, он говорит, я должен у тебя креститься. Повторяю, что у Иисуса Христа не было никаких внешних признаков святости. Он был обычный еврей средних лет, 30-летнего возраста, молодой мужчина, обычно одетый, не высокий, не низкий, не худой, не толстый, значит, обычной наружности. И Иоанн в нем узнал Мессию. Говорит, не ты у меня, а я у тебя должен креститься. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Дело в том, что Иисус Христос пришел в мир грешников спасти, и Иисусу Христу подобало соединить себя с грешниками. И он никак не должен был из грешников выделяться, потому что все грехи людей он должен был взять на себя. И вот он начинает свое мессианское служение, то есть он заходит внутрь этой толпы простых, обычных людей, грешников, требующих искупления, соединяет себя с ними и заходит в эту грязную воду, в которой они только что все поисповедали грехи свои. То есть он окунается в эту воду не как нуждающийся в очищении, а как тот, который желает взять на себя все эти грехи, потому что он начинает как раз брать на себя беззаконие всего мира. Это заключается, это правда Божия. Нам нужно исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его и крестившись Иисус тотчас вышел из воды. Слово тотчас повторяется и у Марка, и у Матфея, потому что, повторяю, они заходили все в воду и говорили свои грехи, а после того, как они сказали грехи свои, он их окунал, Иоанн, и они выходили. А Иисус зашел в воду, окунулся и тотчас вышел, потому что говорить ему нечего, у него нету греха. В Иисусе нет ни одного греха. Аминь. И он тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него, то есть на Иисуса. И глаз, голос с небес глаголющий, сей есть сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Пожалуй, нужно еще сказать, что это должно нам напомнить о всемирном потопе, потому что когда был потоп всемирный, то там было много грехов, много воды и голубь. Да, помните, там было, грехи были какие-то сумасшедшие, такие были грехи, что Отец Небесный сказал, что я вообще пожалел, что создал человек. То есть не вечно быть духу моему пренебрегаемым человеками сими, ибо они плоть. И навел Господь воду на землю, но перед этим в течение 120 лет Ной делал ковчег, приготовлял некое вместилище спасения, деревянное корабль без руля, без витрил, без ничего, без каютных окон, без палубы, без ничего, без мачты, просто деревянный несуразный огромный ящик, по размерам, которые Бог сам ему сказал. И потом в нужное время зашел Ной в ковчег и пошла вода. И было ее много, 40 дней не прекращаясь, открылись небесные двери, лилось на землю, так что вершины гор размокли. И погибло все, что двигалось по земле, и все имевшее дыхание жизни в ноздрях своих. И после этого Ной выпускал из ковчега, когда уже все это закончилось, и ковчег носился по этим грязным водам, то Ной выходил и пытался узнать, есть ли сухая земля поблизости. Выпускал сначала ворона, ворон ничего ему не принес, никакой весточки, потом голубя, голубь далеко летать не может, голубь такая птица нежная, что он полетает и вернется. Он полетал, полетал, вернулся, без толку полетал, а потом полетал, полетал и вернулся к нему с маслячным листочком во рту. Это было, значит, он уже нашел себе какое-то высохшее, а потом полетел и не вернулся и нашел себе место покоя для ног своих. Это очень похоже на образ Духа Святого, как он действует над человечеством. Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя. Древние считали, что голубь это птица, не умеющая гневаться, что у нее нет для этого никаких способностей, что она кроткая, она никого не обижает, ни на кого не обижается. И вот этот голубь, он в той еще истории и в этой истории, если вместе их взять, то голубь, Дух Божий, он летает над грязной водой, ему негде приземлиться. Он хочет найти покоя в душе человеческой, Дух Святой. Но там нет места, оно как бы все залито каким-то разлиянием страстей, как будто прорвало какую-то канализацию, и некуда опустить ему ножки. А потом он находит что-то такое нормальное в человеке, например, какую-то слезу, какое-то покаянное слово, какую-то милостыню, какое-то там усилие по исправлению. Это уже такая первая такая жертва такая, он приносит отцу от человека, что такое доброе. А потом уже находит сухое место и опускает ножки, складывает крылышки, садится и уже успокаивается. Дух Святой должен заселиться в нас. Мы когда молимся Духу Святому, мы говорим «Приди и вселися в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси души наши». Дух Святой тоже как Господь, как единосущный сыну и отцу, он хочет войти в нас в виде голубя, как бы кротко, тихо, тихо зайти к нам. Это не ястребь и не коршун и не ворона. Это именно голубь. Нужно зайти тихонько в нас и найти покой для себя в душах наших. Это очень такое красивое повествование древнее, которое находит свое исполнение именно в Евангелии о крещении Господнем. Так что смотрите, мы еще конечно не сказали ничего про обрезание, тоже важная тема. Родился, обрезался, еще 8 дней после рождения Господь обрезался, потом просто жил на земле, просто жил не проявляя своего мессианства, учился работать вместе с папой Иосифом, строгал доски, заколачивал в них гвозди, что-то пилил, строгал, красил, клеил. А потом ходил в храм, посещал синагогу, жил безотлучно, безвылазно в этой Палестине. В этой Палестине есть какой-то проповедник, он пишет такая книжка, не просто плотник называется, книжка про Господа Иисуса Христа. И он говорит, этот там преамбула такая, этот человек никогда не покидал пределы маленькой страны, в которой родился. Этот человек не написал ни одной книжки. Этот человек не говорил на иностранных языках. Этот человек не водил перед собой армии и полки на захват чужих земель и крепостей. Этот человек никогда не был царем, начальником и никогда не носил на себе знаки какого-нибудь начальственного отличия. Этот человек ничего в мире не изобрел в плане парового двигателя или лекарства, какой-то болезни. Но тем не менее именно этот человек был просто плотником. Но не просто плотником, потому что именно этот человек перевернул всю историю мира. все сделал по-другому. Совершил самую важную революцию. Дал человеку настоящее достоинство, указал человеку путь развития, возвестил нам эти правды небесные, дал сердцу нашему утешение, забрал наши грехи и прочее, прочее, прочее. Звать этого человека Иисус Христос. Да, он действительно никуда не ходил, ничего такого внешнего не делал, если сравнивать его с полководцами, царями, князьями, писателями, изобретателями. Ничего такого не делал. Он просто был безгрешный и пришел на землю и жил смиренно на земле 30 лет, потом крестился от Иоанна, 40 дней провел в пустыне искушаемую сатаною и потом три года проповедовал, а потом дал себя распять и умер на кресте и воскрес из мертвых. И вознесся на небо и придет опять судить весь мир. Вот все, что он сделал, все, что он еще сделает. И на сегодняшний день он царствует над всей вселенной. Христос, Господь, это царь царей и великий архиерей. То есть он первосвященник и царь одновременно. Он царствует над нами тоже. Он царь нашей жизни. Царь жизни нашей, царь сердца нашего. И в общем, все у него в руках. Все отец дал мне в руки. Так он сам сказал, так оно и есть. Вот что мы сегодня успели с вами уже постфактум апре после праздника в догонку поговорить немножко о крещении. Это, конечно, как любая евангельская тема, это тема бездонная. Но что тут скажешь? Водичка, которую вы набирали, она реально является источником благодати Святого Духа. Ее можно пить во оставление грехов. Аминь. В исцеление души и тела. Аминь. В достижении вечной жизни. Аминь. В освящение домов и на всякую пользу изрядную. Аминь. Это не простая вода. Вот это вот простая вода, тоже дар Божий, но простая вода. А вот то, что вы набирали вчера, то, что я вижу, здесь освещали у вас, это великая святыня по-гречески Агиасма. Ее нужно пить с молитвой и верой. Через нее вы получите реально благодать Духа Святого. Поэтому, если кто болеет, пейте, чтобы исцелиться. Кто унывает, пейте, чтобы возвеселиться. Кто, значит, что там еще хочет, там, хочет еще какой-нибудь там получить дар Божий, какую-то харизму какую-то, пейте и получите. Это побегитесь, пожалуйста, по первым трем главам Евангелия от Луки. В основном мы сегодня так говорили о том, о чем рассказывает Евангелист Лука. Ну и не забывайте читать Евангелие потихонечку. По страничке в день, страничка утром, страничка вечером, через год вы будете другим человеком. Сто процентов. Вы, может, даже этого не заметите, но все остальные это заметят. Не забывайте в Храм Божий ходить, надо обязательно приходить к причастию хотя бы раз в три недели, раз в месяц. Это минимальная норма. Но кому кто ни разу не был, тому хотя бы раз бы добраться. Если вопросов нет, то я очень рад, что мы сегодня опять с вами встретились и сумели поговорить о Господе Иисусе Христе. Иисусе Христе.